Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я в браке, 14 лет, после какого-то времени после свадьбы муж уехал в командировку на 3 месяца, редко выходит на связь 1-2 раза в месяц. Однажды меня начал преследовать молодой человек в соцсети, мне было 24 года тогда. Я условно попала под гипноз, вместо того, чтобы отправить его в шею, как заворажённая читала его похабные комплименты. В один из дней я не выдержал и ответил ему несколькими фразами. Получилась интимная переписка, она длилась недолго, около минуты. Я в тот момент сидел на кухню у подруги и так же, как одержимая, общаюсь параллельно с подругой, нестрашиваю ему пару предложений. Но, а что он ответил, я кончил, с этого момента начался кошмар. Меня словно жаром отдало. Гипноз пропал, все эти годы я испытываю мучительное чувство вины, с которым не помогли справиться ни психологи, ни моя вера. Сейчас я не сплю, потому что мне буквально больно, но снова эти воспоминания нахлынули и душа премнует. Я люблю мужа, никогда ему не изменял, ни с кем не общаюсь, верная ему, хотя он часто бывает в отъездах, а я привлекательная женщина. Но я очень дорожу нашей семьей. Мне хочется признаться, что мы вовсе ему уйти, потому что кажется, что я все разрушил. Я не вижу выхода, либо молчать и мучиться от этого страшного чувства вины, либо рассказать и причинить ему боль, разрушить отношения. Не знаю, для чего я это пишу, просто в отчаянии. Ну, смотрите, не очень понятно, сколько вам сейчас лет. Я так полагаю, что 24 плюс 14, это получается 38. Получается, что все 14 лет вы мучаетесь от чувствования. Я думаю, что с учетом всей серьезности ситуации и с учетом того, как сильно вы переживаете, я правда не знаю, как сами работали психологи, о какой вере вы говорите. Я думаю, что здесь уместно сказать о моих каких-то впечатлениях от вашего текста. Первая и единственная моя мысль, которая была, так сказать, мысль-образ, это свобода. Вот вы тотально не свободны. У меня сложилось ощущение, что вы не свободны с мужем, потому что вы все время одна. У меня есть ощущение, что вы не свободны в том, что вы дорожите своей семьей. Потому что, да, семья для вас важна, но в ней вы пытаетесь найти защиту. А это дело делает вас несвободны. Вот вы говорите про гипноз. Но дело-то не в гипнозе. Вы знаете, что гипноза не было. вы называете гипнозом свои желания, вы называете гипнозом свою неудовлетворенность и мучаетесь вы от чувства вины, потому что внутри вас есть что-то, что не подходит под эту картинку семьи, которую вы нарисовали. В глубине души вы недовольны тем, как складывается ваша жизнь. Вам не нравится, что мужа часто нет. Вам не нравится, что вы привлекательная женщина, но вы все время одна. И вам не нравится, что вы обделены мышцами внимания, вы неудовлетворены. Но вы настолько себя подавили, что появление этих желаний вы называете гипнозом. А чтобы удержать себя от ухода, вы испытываете чувство вины. И, кстати говоря, уйти-то после того, как расскажете мужу правду, вы тоже хотите не просто так. Это подсознательное стремление к освобождению. Потому что вам не свободен брак. Потому что брак складывается не так, как вам хочется. Вы чувствуете себя обделенно. Я думаю, что от этого вам очень больно. От того, что вы не такая, какой вы себя представляете. И вы не такая, какой представляет ваш... вас... ваш муж. Вы другая. Вы запрещаете себе трэповать что-то. Вы запрещаете себе просить что-то. Вы запрещаете себе признать свое право на что-то. Вот. Вы говорите ни с кем не общаясь, верна ему и так далее. То есть он прям чувствуется, как вы железной хваткой вцепились вот в семью. А то, что вам не свободны, то, что вы не удовлетворены, то, что не просто так вы как завороженные смотрели на это. Вам было приятно. Вам приятно было. Вам приятно было мышкой внимания. Даже в такой форме. В принципе, неприемлемо. Но вам оно было приятно. И это нормально, потому что вы изголодались по этому. Но вы настолько себе запрещаете это, вы настолько себя зажимаете, вы настолько требуете от себя быть даже не женой, а роботом. Понимаете? Потому что жена — это человек. Живой человек с своими потребностями, со своими личными границами, со своими интересами, со своим кругом общения. А вы даже не жена. Вы как робот себя ведете. Знаете, есть такое произведение, там «Недалекое будущее» относительно. И там роботы гуманоидные. Они абсолютно норма. Вот, понимаете, там роботы убирают, готовят еду, стирают и занимаются каким-то таким бытовым мишеном. Их специально для этого покупают. И вот стоит этот робот, да, то есть он как бы ночью уходит на зарядку. Вот. Утром он, соответственно, пробуждается, как телефон, да, по будильнику и начинает делать дело. Вот это вы такая. Вот вы так себя видите. Вы свели свое существование с мужем в семье к функциям. И все, что находится за пределами функций, то, что касается ваших желаний, вы все это отсыклили. Вот. Отсюда чувство вины. Чувство вины от того, что вы не принимаете себя такой, как АВС. И поэтому вам психологи не помогли. Потому что от чувства вины вам избавляться не хочется. Чувство вины, если вы от него избавитесь, оно не будет вас сдерживать, вы почувствуете себя свободно, вы начнете жить по-другому. Тогда вы будете неправильны. Чувство вины вам нужно. Понимаете? И вариант здесь такой. Либо вы занимаетесь психотерапией с одним психологом длительное время. психотерапией готовы к изменению своей жизни. Не к каждому мужу о том, что произошло. Нет. На самом деле это не важно. На самом деле это не важно. Вам это слышать сейчас наверное странно, но это не важно. Важно другое, что вы хотите, что вам нужно, что вас не устраивает. Понимаете? важно, что вы хотите быть ценной. Чтобы вы хотите, чтобы вы к вам относились по достоинству. в глубине души вы знаете, что муж может быть и хороший человек. Но то, как он к вам относится, то, как вы себя с ним ощущаете, вам этого мало. Но вы никогда этого не признаете. Конечно, начинать нужно с проживания чувства вины. Я бы даже сказал, что в рамках вашего жесткого мышления, вероятно, вы даже предполагаете, что было насилие. То есть, вы предполагаете, что молодой человек вас изнасиловал. По переписке, да. Но он вас изнасиловал. Осквернил. Вот у вас есть проблема с личными границами. Вы ни с кем не общаетесь, не просто так. И не просто так вы говорите о верности. вы на этом прямо зафиксировались, вцепились. Потому это знаете, в глубине души, что если вы себя не будете держать, у вас будут и мужчины, и контакты с ним. Вам этого хочется. Вам не хватает мужчин. Понимаете? Вот. может быть, может быть, конечно, и другая ситуация. Может быть, ситуация, что сейчас ваш муж с вами, и вы получаете от него внимание. И вы видите, как он к вам относится. Возможно, он относится к вам хорошо. Возможно, он ценит вас, дает вам любовь. В общем, честно. И вы корите себя за все обстоятельства. Помимо того, что вы берете ответственность за другого человека, а вы берете ответственность за молодого человека, за вашего мужа, которому почему-то должно причинить боль то, что произошло. Вы не думали, кстати, о том, что если это ему причинить боль, то это как-то вот больше про его уверенность в себе азематься? Не думали? Не думали. А если и думали, то отмахивались от этой мысли. Что же от вас зависит? Семья от вас зависит, отношения от вас зависят, все зависит от вам. Муж, ну, он так. Он ни на что не влияет. Понимаете? То есть у вас есть проблема личной границы, что вы взвалили на себя ответственность за мужа и за молодого человека. Взвалили сына себя, а про себя забыли. Вы видите только одну сторону, сторону внешнюю того, что произошло. Гипноз, его сообщения. Вы даже не знаете наверняка правда ли то, что он вам написал в конце. Он мог написать это метафорически. Но вы поверили. Вы поверили ему. Поверили безговорочно. И до сих пор ему верите, что это реально было. Почему? А потому что вам этого, вам этого хотелось. Вопреки всей, всей ужас, ужасности ситуации, вопреки ей, ее неприемлемости, вам это польстило в какой-то момент, в какую-то секунду от этого чувства. От страсти. Понимаете, если бы вы были удовлетворены, если бы вы были сыты, если бы вы не были голодны, вы бы просто отнеслись к этому, как к извращению какому-то. Вы бы просто отнеслись к этому, как к тотальному неуважению себя. Посмотрели бы на человека и сказали, да, псих какой-то больной. Ну, сделал, сделал. Ему как бы хорошо, сам может он получил удовольствие, мне вообще плевать. Но нет. Вы на это, на это отреагировали вот так. Понимаете? Это не случайно. Это значит, что для вас это имеет, имеет значение. Для вас имеет это значение. А какое значение? Понимаете? Какое? Измена? Да вы в глубине души понимаете, что никакой измены не было. Вы грамотно пишете, у вас хорошо поставлено мышление. Вы хорошо формулируете фразы. Вы умный человек. Вы знаете, что в глубине души вы знаете, никакой измены не было. Вы ничего плохого не делали. Все сделает парень. Понимаете? Вину вы чувствуете за другого. Понимаете? Вину вы чувствуете за свое желание. И я думаю, честно говоря, что так было и до мужа. Вы себе мало чего позволяли. До мужа вы не позволяли своим желанием быть. Понимаете? Как-то так. Как-то так. Вы пишете, не знаю для чего я это пишу. И это тоже не случайно. Понимаете? Это тоже не случайно. Потому что вы знаете, что если, например, вы будете заниматься психотерапией, то, возможно, вы сможете мужу раскрыться. И, возможно, муж вас примет. Он не уйдет, он вас примет. А вы даже мысли не допускаете, что такое может случиться. Вы уйти хотите. Рассказать ему и уйти. Понимаете? Остаться, что вы про то, чтобы остаться, даже не допускаете мысли. Поэтому и психотерапию вы саботируете. А признать, что я просто хочу от него уйти, например, нет. Вы, понимаете, вы можете его любить. Своего мужа я имею в виду. Может. Это абсолютно не мешает вам смотреть на других мужчин, общаться с ними и так далее. Это абсолютно не мешает вам наслаждаться их вниманием, других мужчин. Это нормально. Вы это осознаете. В глубине души это осознаете. Но вы хотите идти. Понимаете? Вы боитесь остаться. И в то же время остаться для вас это очень важно. Только так вы можете быть правильно. Только так вы можете оставаться той, какой вы хотите себя видеть. И вот этот адский конфликт, что я должна быть правильной, мне очень страшно быть неправильной. И то, что я хочу уйти, то, что я не удовлетворена, то, что у меня может быть обида на мужа есть, за то, что он так поступил. Несмотря на то, что вы договорились, может быть, о том, что он уедет. Несмотря на то, что вы знали о том, что он уедет. Обида все равно... вот этот адский конфликт. И вызывает все вот эти ваши чувства, которые... не чувства, а ваши реакции, которые вы описываете. Но... Но... С точки зрения правильности, с точки зрения той вас, которой вы хотите себя видеть, да, вы себя вините за то, что произошло. Вы совершили ужасное, абсолютно... абсолютно ужасное действие. Вы просто... изменили мужа. Оскорбили его. Абсолютно. Понимаете? Как-то так. Почему я все это говорю? Потому что единственный способ вам помочь, это скооперироваться с вами. Чтобы вы были в кооперации. С психологом. А при таком раскладе, вы не находитесь в кооперации. При таком раскладе, вы находитесь в... как раз таки наоборот, в конфронтации. И вы либо сейчас... это увидите. И даже если не примете, но мыслями это... зафиксируете, что может быть такой вариант. Не будете от него оставаться, не будете его отталкивать. Просто окей, да. Такое может быть, да. Действительно, может быть такое. Ну, реально, может быть, да. И... начнете себя исследовать. Без оценок. Свою боль, если она будет. Свою злость, если она будет. Все что угодно. Понимаете? Заново. Посмотрите на это... на этот эпизод, который вы называете гипноз. И честно себе ответите, что там было. Что там было? Ну, честно. Вот честно. Там не было гипноза. Там не было гипноза. Там не было гипноза. Понимаете? Не было. Там было много... Там было много жизней, которые были плевать на рамки приличия. А потом... Годы самопичеваны. Как так? Я позволила себе быть живой? Как так? Это же неприлично, это ужасно. Понимаете? И вы даже не... подвергли сомнению свои суждения про себя. Потому что подвергнуть себя... Подвергнуть сомнению суждения означает признать, что вы можете быть другой. А это означает, что ваша жизнь теряет определённость. Она становится неопределённой. Вы этого боитесь. Вы не доверяете себе тотально. Понимаете? Вы контролируете себя. Вы привыкли себя контролировать тотально. И так же вы себе не доверяете. А психологи учат доверять себе. И вы знаете, что произойдёт, если вы начнёте себе доверять. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам нажать работу над собой. И желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...